Название выставки «Сладкая жизнь», которая работает в музее городского быта, говорит само за себя. Какая сладкая жизнь без конфет? Но речь пойдет не совсем о конфетах, а об их обертках, или, как мы еще их называем, фантиках, и человеке, который их создал. Ульяновская художница, архитектор и промышленный график Лилия Анатольевна Иванова долгое время сотрудничала с местной кондитерской фабрикой. Она нарисовала одежду для более 70 ульяновских лакомств. Лилия Анатольевна является автором этикеток для таких конфет, как резида, каракум, шоколада Аленка, волжские просторы и конфеты детям. И вот конфеты детям, как известно, отличаются от всех остальных не только ярким вкусом, но еще и этикеткой, на обороте которой обычно печатается загадка для детей. Конфетку можно и съесть, и с ребенком поразвлечься. Собственно, традицию писать любопытный текст на обертках Лилия Анатольевна переняла из прошлого века. В качестве примера на выставке есть конфетные обертки из фондов музея-заповедника «Родина Ленина» столетней давности. Правда, раньше печатались на них не загадки, а интересные факты из жизни насекомых или животных. Интересно наблюдать за рождением конфетного образа. Так, шоколад дорожный, который когда-то выпускался фабрикой, был заказан в госавтоинспекции к юбилею службы. Как мы видим, первоначально Лилия Анатольевна на эскизе обертки шоколада дорожной изобразила дружную семейку, которая возвращалась с дачи с богатым урожаем, а дорогу им указывал добрый гаишник. В конце концов, идея художницы трансформировалась, и на обертке шоколада остался один молодой сотрудник госавтоинспекции. 20 лет назад художница работала не с помощью компьютерной графики, а все прорисовывала акварельными красками. Каждый фантик, созданный художницей, очень интересный, яркий, оригинальный, самобытный. Так, упаковку вафель Айболит, в составе которого был полезный каротин, художница украсила морковками. А их едят, как оказалось, все – и сова, и крокодил, и мартышка, и попугай. Разве ребенок откажется съесть вафлю с такой веселой компанией? Лилия Анатольевна, она еще и работала с Ульяновским домом печати, разрабатывала эскизы для поздравительных открыток, карманных календариков. И она же, кстати, является автором образа Симбика. Многие из вас, наверняка, для своих ребятишек покупали, выписывали журнал «Симбик» с таким вот интересным персонажем. В настоящее время Лилия Анатольевна Иванова по-прежнему работает с предприятиями Ульяновска и других городов России. Создает логотипы торговых марок и работает над дизайном упаковок.